между локальным тоном и все в общем то она на фонда вот принцип того что нужно вам сделать ну как бы вообще в жизни подразумевается вроде бы все понятно одно мы же не шарики рисуем да там если такое у нас еще металла полно всякого разного и так далее но постепенно к этому перейдем допустим вот это у нас теплый предмет спас по теплоте и холодности теперь разберем ладно вот смотрите есть формула светотенью у нас сейчас давайте посчитаем у нас присутствует раз вот это два свет подразумевается вот это 34 здесь рефлекс который не видим 5 6 в общем-то где-то и 77 это можно считать вот здесь вот 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 разделение вот этого давайте да я напишу циферками раз два вот это вот переход здесь 3 здесь вот 4 1 2 3 4 5 6 7 вот я к первому говорю о системе я а систематизировать вот полученные знания очень короткие формулы что вам было просто как вообще не было вопросов об этом ничего не пишет нигде вам в этом не объясняют значит свет а исключением составляет гамма то есть там где у вас синяя синяя все фон и как группа контрастов там отдельные там точки для контраста для выявления все всего этого этого как бы к этому не относится потому что по сути вы черно-белый загоняйте в гамму синюю оранжевую зеленую и так далее и там значит все упрощенно если бы вопрос идет вообще более живописного так подразумевается то там уже идет это смешение то же самое с точки зрения но все наоборот это теплое теплое это под лампой это что мы его таймин и 4 4000 люмин вот в лампах вот лимит сет на и так далее там кельвинах я уж не помню на к холодная подразумевается 5 500 и выше это холодное освещение это как его нагрева ламп то есть тут же все будет наоборот являться будет блик это номер один будет холодный до свет соответственно если значит а вы упрощаете систему допустим до четырех тонов не делайте 7 допустим в эскизе вы делаете тут до трех тонов то есть у вас существует только блик у вас существует только светораздел и вот падающая тень вот получается 1 2 3 и 4 здесь тоже самое делаете это череду единственное здесь разделяется только и хоть вы сделаете хоть три варианта когда вы делаете эскиз это тоже самое сона света будет всегда если это теплое то плюс и все остальное будет изменяться да да по сути это как теперь исправить то плюс это минус в общем минус минус плюс плюс не ой наоборот все короче море плюс минус плюс минус если здесь три которые досчитали до очень есть и в темноте получается рарик и все остальное это получается теплая а когда солнце то наоборот тут вообще не несут да темнота суть в освещении то есть либо под лампочкой либо холодного освещения то есть тут не предусматривается в темноте это где угодно то что все зависит от 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 света направленного если он красный будет ну как бы поток красного света вообще там то есть искусственно от огня там и фильтра какого-то то соответствие этом все будет то же самое но с примешиванием вот этого всего то есть она подробно будет подразумеваться под этим но изменение на тепло холодность она неизбежна то есть вы не добьетесь этого как бы объема сама по себе но только если вы как бы не будете применять эту форму на непрозрачный шар это вот это вот в зоне все они на непрозрачном шаре или это прозрачность по материальности мы сейчас не говорим да все будет одинаково из на по по материалу будет конечно отличаться все вот если если это как бы нет обычным гипсовая модель которая школьная общая как бы студия воску там и все остальное а вариант если вот мы его как бы разобрали вот это эскизный вариант в жизни когда вы рисуете эскизы в принципе вот этого всего достаточно есть бывает как бы может быть белые карандаши которые позволяют сделать точки все в этом в результате металла у нас может быть получиться вот возле бликов какие-то там очень темные элементы и отраженные такие штуки вот это за как бы металл он не подразумевает собой вот этот светотень там происходит немножечко все по-другому и он и очень близко контрасты вокруг происходит вокруг вокруг этого блика вот это характеризует металл и дальше пушистости вот эти вот все которые техника но допустим это кожа там и все остальное когда вы кистью рисуете вы не выглаживаете вот это вот все вот так вот по форме и не очень и очень большие ошибки я как бы постоянно происходит то что не зная формы начинается просто плавание то есть вы взяли вроде бы поняли шкалу вот это вот у нас то новая шкала вот это то новая шкала вот это бой и вот этот новая шкала она разделяется вот и имеет свою тональность соответственно когда вы берете один и тот же допустим белый цвет это не значит нужно пипеткой брать вот отсюда вот постоянно то есть вы также берете цвет этот белый но вы используете его с разным нажимом и направляете как стать движение по разному а по форме по разной форме то есть вы кладете его это это допустим в такой форме вот это в такой форме это в такой форме и так далее и там они начинают перемешиваться потому что вы положили форму так в этом случае вы положили на нее же так и получается что кисть она прозрачная ну то что вы делать фотошопе и это усиливает как бы тон потому что потому а приди по определению если вы кладете этот из ну как бы этот же вот пипеткой берете то сделали допустим полностью а потом еще сверху сделали так и так но никак иначе что вот так или или в другом направлении это тоже имеет место быть то есть вам нужно упражнение как это где достигается ли как-то лечится вам нужно периодически рисовать и понимать как вы кладете штрих то есть он у вас по форме идет или не по форме то есть такие же самые движения они происходят и в фотошопе когда вы вот эту широкая кисть вот это вот это один мазок то есть подразумевает плоскость когда вы в рисунке это как бы она по само по себе не явственно выглядит и кто вам не а не говорил об этом фотошопе это конкретная зона кегль кисти допустим номер 6 или тире 10 который определяют вот эту вот зону вот эту зону определяет тоже самый кегль но который имеет вот по выделенная вот это пунктиром зону но это определенная зона это один мазок вот это вот зона это тоже еще один мазок и он здесь вот перекрест перекрещивается и в этом месте и происходит нечто то что подразумевает наложение цветов и тонов и так далее здесь идет явно более темный цвет потому что по определенную штриховка она пересекается и там идет вот этого смещения там идет уже вам это только жесткая кисть и вам ее нужно выглаживать уже ну там уже техники то есть зона зона света у нас изображена фронтально то есть вот это свет есть только нюансы которые говорят о облике публике и они поставлены должны быть на на своем месте все остальное является зоной вхождения в некую некую форму и и потом уже когда вот идет уже вот это надбробные процесс рисования идет не паре вы рисом вы рисовывание у line art а то есть вам line art он нам вообще как бы не нужен моего в слоях там далеко закрываем и делаем у там дай бог там 20 процентов там чего-то чтобы он как-то виден был из-под этих наших слоев смысл происходит это этого этой работы только лишь вот этого света который вы выявляет эту форму который он же самый из этой же пипетки но процесс вот этого идет скажем так грубо говоря по мышцам то есть она должна быть это нужно для того чтобы нам вот эти вот кистевая работа шла отсюда потому что она закрывается идет сюда дальше вот там вас сделаете допустим построили вот эту плоскость полутени если нужно вы построили там этот блик и нажатие у этого же белого цвета она имеет как бы тоже степень степень нажатия то есть это вы всегда смотрите что вам есть всегда помощь и помните там это это в самом верхнем углу там есть это нажатие пера до 1 1 1 до из них первым первое вот это вот нажатие то есть в основном используются и используйте ее прям вот она по умолчанию на от одного до нуля вот допустим на зале 60 не парите непрозрачность то вот используйте ее полную который говорится рост вот если у вас как бы вы понимаете что что лучше использовать тех не полную силу вот для вот таких каких-то элементов но это это всегда только только направление и только плоскости вы их можете еще толком не знать эти плоскости может где-то открыть подсмотреть но самая причина этим вот заниматься чтобы вам понять по крайней мере куда вообще класть как вообще красить то есть вот эта плоскость вот эта плоскость и эта плоскость и дальше уже пошел можно объединить на главном вам понять светоразделом то есть где он заканчивается и вообще вот почему вы когда важно вам рисовать карандашом там еще чего-нибудь вот эту структуру вам нужно просто вот устаканивать чтобы это было ну как бы а в сознании это работало потому что это нужно применять уже в электронных электронной среде потому что мы ее за и заимствуем но он как бы нужно и и и понимать то есть там не все просто так там те же самые закономерности просто инструмента это инструмента но как бы ему но нужно учиться работать потому что у вас еще моторика она должна привыкнуть то есть к нажатию пера вот к возможностям вот нанесения и уже устали уже не думать наконец-то у руки как она двигается до вам уже начинается уже более другие штуки интересно потому что вы сталкиваетесь уже с объемом как его делать ну например давайте приведем такой какой-нибудь небольшой плоскость здесь еще одна плоскость а потом вот эта плоскость кисти то есть это здесь еще еще одно звено до звено которое по сути здесь иногда рисует круг вот где который вот этот этот переходит еще один то есть некий тут шарнир который крутит еще один шарнир но эта плоскость любом случае какая-то вот если это у вас допустим доспех он у вас значит вот строим вот это вот встраивается туда это встраивается туда вот это как как тубус